Айхвак Айхвак сегодня это не только способ решения технологических проблем, а проявление смекалки, оптимизация жизни во всех ее направлениях. Есть место творчества и в газовой отрасли. Сегодня мы поговорим, как устроены все те, кто создают лайфхаки в «Газпром Добычный Адым». Раздвинуть поставленные рамки – зачастую это под силу именно тем, кто хочет что-то изменить и улучшить. И движет ими не только интерес производственной, но и материальной. Инновационной деятельностью занимаются во всех филиалах компании. За последние пять лет от работников, неравнодушных к техническому прогрессу, поступило почти 2500 рационализаторских предложений. Из них 205 сэкономила компания почти 848 миллионов рублей. Медвежка издавна славилась своими кулибинами. Специалисты подмечают, что именно здесь самые сильные традиции этого заразительного движения. Рационализаторские идеи направлены в основном на совершенствование технологии добычи газа. И с каждым годом их становится все больше. Этот насос называется «Терминатор». Он нужен для того, чтобы подавать в скважину или в газопровод, ведущий от скважины к промыслу специальные реагенты. Насос служит для непрерывной дозированной подачи ингибитора в газопровод шлейф. Предотвращает образование ледяных пробок в газопроводе. Профилактика образования ледяных пробок в газопроводе и помощь в самоочищении скважины. Устройство достаточно простое, но очень надежное. Его собрали буквально на коленке из автомобильной сневмокамеры, пружины и возвратного механизма. «Терминатор» и многие другие газовые лайфхаки придуманы в этом кабинете. А Василий Суворов – один из самых талантливых изобретателей медвежинского управления. Только за прошлый год соавторски с коллегами он предложил 7-р отсух. Экономический эффект – почти полтора миллиона рублей. Есть проблемные вопросы, которые мы решаем. И при решении этих вопросов возникает идея, как это лучше реализовать. И эта идея в итоге перерождается уже в предложение, которое потом внедряется и получается эффект. Экономический или иной. В «Газпром» добыча на дым по количеству изобретений лидируют медвежинцы. 224 идеи в прошлом и 149 в нынешнем году придумали 230 кулибинских последователей. Я думаю, это все-таки неравнодушие и увлеченность своей профессии. То есть они хотят сделать свою работу немного лучше и оптимизировать вот этот процесс, который есть в производственной. На мой взгляд, конечно, денежная составляющая, она играет роль, безусловно. Но первостепенно, на мой взгляд, это все-таки его внутренняя потребность и желание выполнять эту работу. А даже, может быть, это не работа, а в какой-то мере и творчество, которое доставляет ему удовольствие. В части «Экономия денег» от внедренных на производстве лайфхаков лидируют изобретатели Ямальского газопромыслового управления. В прошлом году, благодаря их идеям, компания сэкономила 36 миллионов рублей. А сегодня совместно с коллегами из ИТЦ они оформляют патент на новенький пробоотборник. Он определяет химический состав воды на скважинах. Новизна этого устройства заключается в том, что его разрабатывали специально малогабаритным, мобильным, с применением устройств, которые позволяют его легко монтировать и демонтировать с блока исследования скважины. Новый сепаратор считается малогабаритным и весит около 50 килограммов. Его предшественник был тяжелее в четыре раза. И для того, чтобы получить пробы воды на скважины, требовалась целая бригада исследователей на специальной технике. Новый агрегат смогут обслуживать всего два специалиста. Двигала в первую очередь оптимизация трудовых затрат и улучшение условий охраны труда. После того, как будет подготовлено руководство за его эксплуатацией, пробоотборник начнут применять на производстве. За последние пять лет «Газпромдобыча на дым» получила 8 патентов на изобретение. На производственных объектах компании применяется 38 патентных разработок, 16 из которых экономят деньги – 44,5 миллионов рублей. Творческий потенциал, мысль творческая, которую проявляют наши работники при формировании распредложений, она, несомненно, требует повышенных навыков, большего опыта, чем в других отраслях. Поэтому рационализаторы газовой и нефтяной промышленности, на мой взгляд, это одни из самых квалифицированных специалистов. Рацухи простые и сложные. Они облегчают производственный процесс, повышают надежность работы оборудования, экономят время персонала и деньги компании. Однако для многих творческий процесс не завершается и после работы. Александра Горобца на изобретение подтолкнула жизненная необходимость. Он оборудовал свой автомобиль уникальным спецместом для перевозки к младшей дочери с ограниченными возможностями здоровья. Со своей разработкой он стал победителем первого корпоративного конкурса изобретений «Девша.ру». Ну это вот выдвинули мы, зафиксировали. Это рычаг фиксации. И вот выдвигается сама кровать. Снимаем боковую. Ребенка подвезли, посадили. Супруга придержала, я залез, ее подтянул, положили. И все. Раз, задвинулась. Ни одна фирма, занимающаяся изготовлением устройств для облегчения жизни инвалидам, такой мобильной конструкции не предусмотрела. Ну вот если брать именно фирму, которая изготавливает это все, это примерно около 200 тысяч стоит. У меня вышло, ну по бюджету, ну в пределах 30 тысяч все обошлось. А вот Владимир Тараненко решил ввести японскую систему организации и рационализации рабочего пространства 5С у себя в гараже. Теперь у него все на своем месте, и на поиск нужного инструмента он тратит минимальное время. То есть если мне нужна будет струбцина, я ее сразу увижу. Когда она у меня находилась в тумбочке, я как бы, ну, мог бы ее сразу найти, а может сверху еще какой-то инструмент лежит, то приходится все это или вытаскивать, или переворачивать. По крайней мере так мне удобнее. Легко взять, легко использовать, легко вернуть на место. Но основная гордость Владимира – самодельная мебель для гаража из отработанных колесных дисков, пружин, стоек амортизатора и маховиков от автомобильного двигателя. Снова вдохнуть в них жизнь было непросто, но интересно. Наверное, голова для того и нужна, чтобы дупать. Поэтому постоянно идеи приходят, постоянно их воплощаешь, делаешь. То есть, ну, интересно. Мне нравится работать вот как бы со сваркой с металлом. Мое. Коллеги из управления связи Николай Струкалов и Владимир Мамин благодаря своему давнишнему хобби смонтировали светодиодную гирлянду и запрограммировали в нее праздничный текст, световые эффекты и даже простейшие игры «Змейку» и «Тетрис». Конечно же, для самого главного грядущего праздника Нового года. Да, чтобы было как-то незабываемо, впечатлительно. Теперь прохожим поднимут настроение светодиодный дождь, переливающаяся радуга и новогодние пожелания от души и для души. Так из какого же теста сделаны те, для кого череда рутинных задач превращается в высокий творческий полет инженерной мысли? Решайте сами. Но только если бы издревле люди не попытались из квадратного колеса сделать круглое, то это непременно сделали бы в компании «Газпром Добыча на дым». Ведь именно здесь каждый день создают десятки важных и интересных решений при минимуме затрат. Самый главный плюс в том, что они работают. Продолжение следует...